Всем привет, дорогие друзья! Давайте разберемся, где лучше жить. Решим уже наконец этот вопрос. В Латвии или в Словакии? Меня часто спрашивают, почему я переехал из Латвии в Словакию. Лучше ли здесь жить? А еще параллельно мы узнаем, сколько нужно денег в месяц на проживание в одной и во второй стране. Погнали! Сравнивать я буду две столицы. Это Рига, я в ней жил, и Братислава, я в ней живу сейчас. Соответственно, оба эти города предельно похожи. Они предельно похожи по населению. В Риге живет чуть больше 600 тысяч человек, в Братиславе живет чуть больше 400 тысяч человек. То есть оба города достаточно компактные. Плюс в обоих этих городах я успел пожить, поснимать квартиру, потратить деньги. И, собственно, я могу от первого лица вам рассказать, как это там и здесь. Самый первый вопрос, который нас интересует для сравнения, это, конечно же, минимальная заработная плата. По ней мы можем судить, как вообще живут люди. Минимальная заработная плата в Риге на данный момент 654 евро. Это до вычета налогов. Естественно, когда налоги у вас, у вас получится чуть больше 500 евро. В Словакии минимальная ЗП 646 евро. Также до вычета налогов. И отсюда мы можем с вами судить, что и средняя зарплата будет также примерно одинаковая. Что в Риге, что в Братиславе. Так и на что же мы будем тратить нашу минимальную зарплату? Первая статья расходов, это, конечно же, аренда квартиры. Как вы понимаете, я сам лично снимал квартиру и в Риге, и сейчас снимаю в Братиславе. Естественно, я сравнил объявления, которые сейчас висят на различных сайтах, которые предлагают квартиры. Так вот, минимальный примерно ценник за однокомнатную квартиру студии близко к центру в Братиславе вам обойдется в 350 евро без коммуналки. В Риге, ну, примерно такая же цена. Естественно, я не беру никакие отдаленные районы. Там можно снять и дешевле. Я беру не в самом центре цены, а где-то вот рядом с центром, чтобы нам было удобно и погулять, и не переплачивать за то, что ты живешь в старом городе. Что касается коммуналки, средняя коммуналка выходит где-то около 100 евро. Но есть большая разница. В Риге вы платите коммуналку, сколько нажгли каждый месяц. У вас лето, вы не включаете батареи, вы в месяц заплатите там условно 50-60 евро за маленькую квартиру. Если у вас большая трехкомнатная квартира, то вы можете платить и 200 евро легко. В Словакии все устроено немного по-другому. Допустим, квартира стоит 350 евро. Вы заключаете договор, и в договор включают вам коммунальные платежи еще 100 евро в месяц. И того вы будете платить каждый месяц по 450 евро. А в конце года, если вы превысите свои лимиты, которые были рассчитаны на квартиру заранее, то вам пересчитают и начислят дополнительные деньги. Это менее удобная система. Но, к слову говоря, если, допустим, вы истратите меньше энергии, чем было изначально рассчитано, то вам деньги часть вернут. Надо понимать, что делает это не собственник квартиры. Эта история вся связана, в общем, со всем домом. Я сам до конца не разобрался. Если есть ребята, которые смотрят меня из Словакии, можете подробно написать в комментариях. Я думаю, это будет очень полезно людям, которые собираются сюда переездить. Следующий момент, и моя главная боль, это домашний интернет. В Латвии у меня был оператор Болтком. У него не было выбора никакого тарифа, просто стоит 15 евро плюс евро 25 за аренду роутера. Итого в месяц 16 евро 25 центов. В Словакии у меня интернет от компании UBC. Я плачу за него 23 евро в месяц. Да, как вы видите, интернет в Словакии гораздо дороже, но есть несколько нюансов. Самый главный нюанс, это качество интернета. Если вы ждете таких же услуг, даже за те же 16 евро, как в России, как в Дом.ру, например, просто не надейтесь. В Латвии, в Риге у меня был оператор Болтком. И это был супер отстойный оператор. Интернет постоянно отваливался. Скорость была просто ужасная. Несколько раз я вызывал техника, а оказалось, что первый техник просто херово соединил провода. Это раздолбайство просто меня поразило, если честно, за такие деньги получать такое качество услуг. Но они обещали в своем тарифе 1000 мегабит в секунду. По факту было 300-400 в самые лучшие дни. И когда ты звонишь в техническую поддержку, они говорят, подключите, пожалуйста, провод к вашему компьютеру. Но вы знаете, по Wi-Fi мы вообще не обещаем, что у вас будет какая-то скорость. Что же касается Словакии, то здесь есть такой момент. Весь интернет, который ты можешь подключить, он договорной. Ты можешь подключить его либо на 24 месяца, собственно, 2 года, либо на 12 месяцев, на 1 год. И есть такой маленький нюанс, о котором вы должны знать. Если вы подключили, допустим, сегодня оператора какого-то на 12 месяцев и захотите через 2 месяца разорвать договор, то с вами разорвут договор, но вы должны будете заплатить за оставшиеся 10 месяцев абонентскую плату все равно. Но операторы в Словакии вообще не парятся, что ты куда-то свалишь. Даже если интернет будет херовый, даже если ты их будешь ненавидеть, даже если ты выкинешь роутер в окно, ты все равно заплатишь по контракту. Ты будешь платить. А если ты не будешь платить, то на тебя подадут в суд, и ты все равно будешь платить. Ты никуда от этого не денешься. Моя история с UPC. Они мне обещали 300 мегабит в секунду за мою плату. Собственно, эта плата была включена в аренду квартиры. Когда мы заехали в квартиру, мы купили телевизор. И когда ты подключаешься к телевизору по Wi-Fi, фильмы не грузятся. Netflix не грузится, ничего не грузится. YouTube работает кое-как. 300 мегабит обещанная скорость. На 300 мегабитах можно спокойно смотреть кино. Ребята, согласитесь. Постоянно отваливается соединение. Буквально раз в 10 минут просто интернет исчезает. То есть, я смотрю вот ролик. Я, кстати, к этому уже настолько привык, что я даже не знаю. Я смотрю ролик на YouTube, допустим, завтракаю. Оп-хоп, проходит там 5 минут. Бах, интернет остановился. Все зависло. Ждешь типа минутку. Хоп, снова заработало. Все, отлично. Смотришь дальше. Я уже даже не нервничаю. Потому что за 3 месяца ты реально к этому привыкаешь. Первый раз ко мне мастер должен был прийти типа через 4 дня. Но через 3 дня он позвонил хозяйке и перенес еще на 4 дня. То есть, я его ждал реально больше недели. Даже если у тебя дома какая-то работа, всем просто похер. Иди в кафе, сиди и получай свой интернет. По меркам России, это просто конченый сервис. И делают они это только потому здесь. Потому что ты не можешь спрыгнуть с договора вообще никак. Ладно, едем дальше. И, конечно же, мы плавненько вот так подходим к мобильному интернету. Здесь все получше. В Латвии у меня мобильный интернет от LMT обходился в 24 евро. 12 евро я платил за тариф. И 12 евро у меня стоила услуга полный безлимит. Для меня LMT это лучший оператор в Латвии. Потому что реально я вообще вот в глухой лес заходишь. У тебя там ловит 4G на все палки. В Словакии у меня оператор Orange. Здесь нет безлимитных тарифов. Я сейчас плачу 35 евро каждый месяц. 30 евро это у меня основной тариф. И на нем что-то около 20 гигабайт интернета. И плюс 5 евро это плата за пользование сетями 5G. Они есть в двух районах. И мне чисто ради интереса хотелось ими попользоваться. И плюс дополнительные там 7 по-моему гигабайт. Да, здесь мобильная связь стоит намного дороже, я считаю, чем в Латвии. А мы переходим с вами к следующей трате, которую ну никак не получится избежать. Это, конечно же, продукты питания, еда, магазины, вот это вот все. Сколько же стоит продуктовая корзина на неделю и на месяц в Латвии? У меня выходило где-то 100 евро в неделю на двух человек. Каждый день у тебя либо курица, либо говядина. Естественно, овощи, естественно, различные крупы, макароны. Стандартный обычный набор продуктов, не урезая себя ни в чем. Но при этом, когда ты не берешь какие-то супер-мега дорогие продукты, но при этом два раза в неделю у тебя есть красная рыба. В Словакии та же самая продуктовая корзина у меня выходит примерно 65-75 евро. Если это раскинуть на месяца, то получится в Латвии месяц продуктов выйдет примерно 400 евро. В Словакии же месяц выйдет 280 евро. Как вы понимаете, на четверть, на 25% дешевле получается в Словакии продуктовая корзина. Конечно, в Братиславе сразу бросается в глаза, что цены визуально прямо видно, что они дешевле. Но когда ты покупаешь сразу надолго, то получается очень сильная экономия в Словакии. Причем продукты, что в Латвии очень вкусные, что в Словакии очень вкусные. Тут и куча местных продуктов. Вообще, я уже забыл, что такое китайские помидоры. Следующая трата, естественно, которая вас настигнет, это билеты на транспорт. В Латвии билет на одну поездку стоит евро 15. В Словакии билет на одну поездку на 30 минут стоит 81 цент. Даже несмотря на то, что в Латвии транспорт стоит дороже, в Словакии он лучше просто на голову. Во-первых, в Риге ездят скотовозки. Она не предназначена вообще ни для чего, только перевозить скот. Но почему-то в Риге решили, что можно еще в таких автобусах возить людей. Я готов был к такому в Сочи, но я был просто не готов к такому в европейской столице. Во-вторых, в Риге транспорт постоянно опаздывает. На остановке написано расписание, но оно вообще не соответствует действительности. Напротив, в Словакии транспорт ходит буквально минуту. Он ходит реально минута в минуту. Плюс очень удобная транспортная сетка, плюс транспорт ходит ночью. И это всегда большие автобусы с низким полом на любой коляске может спокойно заехать в автобус. То есть транспорт в Словакии просто на голову лучше, чем транспорт в Латвии. Ну и следующая трата это увеселительные мероприятия. Для примера мы возьмем кружку светлого пива, пол-литровую, в баре в центре города. В Риге, в старом городе, кружка светлого обычного рижского пива вам обойдется где-то 4-5 евро. В Братиславе, в самом сердце старого города, выпить пол-литра пива за 2,5 евро. Естественно, цены на ланч и в кафе будут примерно так же, в Латвии подороже. Вообще, я бы сравнил цены Риги, наверное, с ценами в Вене. Но только, к сожалению, Рига это не Вена. Ну и давайте подведем итог и сравним с вами, сколько нужно минимально денег на жизнь в Риге и в Братиславе. Где же все-таки получится дешевле? Вот такие у нас с вами получились расходы. В Словакии выходит чуть дешевле. Но тут нужно учитывать, что, естественно, расходы у всех разные. Мы посчитали с вами на 1 месяц на 1 человека вообще по минимуму. Ну, можно дешевле снять квартиру, жить в комнате, если вы один. Можно уехать в самый, самый вообще край города. И вам будет еще дешевле. Можно питаться одними дошираками. Но мы это все просто не можем просчитать. Я надеюсь, вам было интересно сегодня. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Это поможет развитию моего канала. Ну и, конечно, ребята, если вы хотите стать спонсором, у меня теперь появились крипто-кошельки и PayPal. Вы можете туда закинуть денежку мне на кофе. Ну, это не обязательная процедура, но так вы поможете продвижению канала. На этой позитивной ноте. И я с вами прощаюсь. Увидимся очень скоро в новых роликах. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.